Дерево топиарий 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 чтобы ничего лишнего не торчало и чтобы он не распался. Все, наша основа готова, убираем скотч и теперь нужно украсить ее по своему вкусу, в цвет нашего декора, в цвет нашего дома. Можно использовать совершенно любые материалы для этого, например, маленькие новогодние игрушки, можно использовать бусины всевозможных размеров и цветов, орехи, каштаны, шишки, можно в различную краску, бантики, ленточки. Мы попробуем с вами украсить наше дерево новогодними игрушками, такого цвета красно-золотого и в цвет подбираем ленточки к нему, возьмем несколько шишек и теперь просто нужно красиво распределить их по всей кроне. Для этого используем клей-пистолет, нагреваем его и приклеиваем те предметы, которые мы подобрали для украшения. Сначала, наверное, самые большие лучше украшения приклеивать, это в данном случае новогодние игрушки. Распределяем их равномерно, хорошенько проклеивая клеем, чтобы они не отпали, так как у нас газеты, мы можем делать небольшие отверстия, углубления, чтобы игрушечки хорошо закреплялись. так даже удобнее делать углубления и туда клеем закреплять игрушку. Немножечко подержав, клей очень хорошо застывает. Ну и, наверное, еще парочку игрушек и можно будет разбавлять наши украшения другим декором. Вообще клей-пистолет очень удобная вещь, когда нужно сделать какую-то поделку, какой-то декор, им очень удобно пользоваться и он абсолютно безопасен даже для детей. Нагревается клей, расплавляется пластмасса, удобно ее наносить на любую поверхность, любой абсолютно предмет можно прикреплять. Сразу можно определить, где у нас будет низ, туда мы будем потом впоследствии прикреплять ствол, проделываем дырочку. Вот, чем мне нравится тоже основа из газеты, можно абсолютно спокойно и легко движением ножниц проделать отверстие в любом месте для прикрепления декора. Еще один шарик сюда просится. на его вот такой вот золотой прикрепим. Можно использовать старые игрушки, которые уже поломались или которые уже надоели. И чтобы их не выкидывать, можно сделать из них совершенно новую красивую вещь. так, шарики мы прикрепили. Теперь попробуем расположить, например, орешки также по кроне, распределяя их в разных местах. Можно использовать каштаны, у меня вот такие есть красивые. так, распределяем каштаны, в лесу можно набрать шишек, которые прям под ногами, у нас мы не обращаем на них внимания, а из них можно сделать очень красивые необычные вещи. Можно использовать различные палочки, веточки. и в разных местах мы это прикрепляем. еще мне есть вот такие орешки такие деревья можно делать и из кофейных зерен очень красиво получается такие кофейные деревья они придают еще и запах вкусный помещение можно делать из бумажных цветов из лент на любой праздник так орехи не прикрепили теперь можем распределить красивые наверное новогодние веточки можно взять от старой ненужной елки опять же прям вот вокруг наших игрушек распределить в общем самое главное красиво и необычно заполнить всю поверхность бумажного шарика главное не обжечься клеем который у нас в пистолете потому что он очень горячий поэтому прикреплять аккуратно можно использовать даже живые веточки но они высыхают потом быстро падают смотрится тоже очень красиво прям вокруг шариков можно вот так вот обматывать заполнять поверхность вот он у нас получается уже что-то вырисовывается но все же у нас незаполненные места есть и можно их закончить закрыв бантиками подготовить из ленточек бантики небольшие разных размеров можно разного цвета главное чтобы подходила в тон наша композиция и также наклеить закрыв все пробелечки все пробелечки так так можно сделать еще кстати можно использовать для прикрепления каких-то больших предметов например вот такой вот банк можно прикрепить булавкой тоже будет красиво смотреться золотые бампы большие можно попробовать так как у нас шарики золотые они будут хорошо смотреться вот такой булавочкой можно прикрепить потому что в газетку она хорошо очень держится булавочкой так нужно сделать три больших бантика в разных местах и еще парочку маленьких красных как с одной стороны здесь нужно прикрепить очень красивые такие декоративные деревья делают из ракушек из камушков морская тематика очень красиво получается так можно сделать очень быстро подарок своими руками это всегда красиво креативно можно сделать с детьми они с удовольствием вам помогут пофантазируют они очень необычно подбирают цвета всегда декор можно даже погулять в лесу с ними собирать собрать все необходимое то сделать такую поделку еще пару бамптиков так так ну вот в принципе крона наша украшена можно по вкусу добавить еще бантиков золотистого цвета красного мы пока оставим так и теперь нужно посадить его в наш кувшинчик для этого мы либо используем пластилин мне очень нравится он держит хорошо крепко берем обычный пластилин обклеиваем побольше обклеиваем ствол дерева так ствол дерева прикрепляем на дно и скрепляем пластилином прикрепляем дерево ко дну кувшинчика так остальную емкость мы заполняем либо газетой либо каким-нибудь зерном очень хорошо заливать гипсом тогда дерево точно не упадет будет очень плотно стоять я вот так вот обкладываю газеты со всех сторон так вот оно уже держится так уплотняем все дерево посажено и теперь чтобы здесь закрыть тоже газету чтобы было красиво можно использовать гофированную бумагу можно использовать те же самые зерны кофе какие-нибудь другие зерна вот у нас получилась имитация травы у нас новогоднее дерево растет в траве так готово ну и на ствол хочется повязать еще новогоднюю ленточку чтобы уже она была окончательно праздничным новогодним нужно повязать бантик или оставить даже так красиво ленточка новогодняя с новогодним рисунком все наше новогоднее украшение готово можно смело ставить его на стол новогодний подарить друзьям подарить близким ну а мы прощаемся с вами я поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками увидимся на ОТВ а а а Субтитры создавал DimaTorzok